Мы уже рассказывали, что из-за заморозки проекта до старообразной Нивы 3, АвтоВАЗ вынужден продлить жизнь классической Ниве до 2030 года. Легендарному внедорожнику предстоят несколько этапов улучшений. Ответственным разработчикам назначено подразделение Lada Sport, которое разрабатывает внедорожник под названием Niva Sport. Будто случайно прототип привезли на рождественскую гонку в Сосновку, но на парковке машина затерялась, и Владиславу Незванкину пришлось подсветить события в соцсетях. Что же известно, дебют Niva Sport АвтоВАЗ публично анонсировал на весну 2023 года. На этой мелкосерийной машине опробуют часть решений, чтобы затем постепенно внедрить все задуманное в основную линейку. Телеграм-канал «Русский автомобиль» уверяет, что модернизирует интерьер. Составные отделочные панели боковин уступят место цельнолитым. Шумоизоляцию салона улучшат полипропиленовые подкрылки в колесных арках. А в конце года Niva получит светодиодные задние фонари. Фары останутся галогеновыми, но обзаведутся электрическим корректором. После 2023 года легенда примерит двигатель 1.6 от переднеприводных моделей. Под новый двигатель изменят поперечину передней подвески и усилят элементы трансмиссии. Конструктивно шарниры, редукторы и прочие останутся прежними, но смогут выдерживать больший крутящий момент. Тольяттинская фирма АТС Авто, что прежде занималась газификацией Весты и Ларгуса, выпустила первую в истории метановую Гранту. Теперь такие машины предлагают и официальные дилеры АвтоВАЗа. В багажнике седана появился 80-литровый баллон, из-за чего объем отсека сократился до 340 литров. В состав системы входит специальный предохранитель и скоростной клапан, которые предотвращают возможность разрыва баллона. Доплата за метановую установку 45 тысяч рублей. И оснастить ею можно любую машину, будь то седан, универсал или лифтбэк. Главное условие – присутствие кондиционера. На двух видах топлива, бензине и газе автомобиль преодолевает без дозаправок тысячу километров. Обещано, что применение природного газа позволяет увеличить ресурс мотора, а главное – снизить затраты на топливо минимум вдвое. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok